Близкое расположение к столице делает Ленинский район привлекательным для инвесторов. В первую очередь речь идёт о жилой застройке территории. Новые дома и микрорайоны вырастают на полях бывших совхозов и колхозов в зелёной зоне. И здесь главное не навредить окружающей природе. О том, как строится совместная работа районной администрации и компаний-застройщиков, рассказывает Татьяна Акимова. За порядком в сфере экологии следит специальный отдел районной администрации, которая даёт добро на вырубку деревьев в случае необходимости. Этот же отдел обязует застройщиков производить компенсационную посадку зелёных насаждений. По нашему нормативно-правовому акту в сфере вырубки застройщики вносят в бюджет района компенсационную стоимость за вырубаемые зелёные насаждения. Помимо этого проводятся и другие мероприятия, связанные с посадкой саженцев деревьев. Также компания-застройщики проводит и другие мероприятия. К примеру, компания «Даверна» неоднократно организовывала субботники на территории, прилегающей к усадьбе Тимохова-Саласкина. Сейчас, как и планировалось ранее, «Даверна» приступает к следующей части работ по приведению в порядок этого исторического уголка Видного — санитарной вырубки сухостойных деревьев. Мы обязаны защитить существующее насаждение, потому что, ну, понятно, что сухостой, возможно, заражённые какие-то деревья — это небезопасно для существующих насаждений. И, конечно, для посетителей тоже. Все мы знаем о каких-то несчастных случаях, которые связаны с падением, не дай бог, какого-то, так сказать, высохшего или гнилого дерева. Данному этапу предшествовала кропотливая работа по составлению дендроплана и перечётной ведомости деревьев на территории усадьбы. На местность неоднократно выезжал дендролог. Первое обследование проводилось зимой, затем специалист осматривала зелёные насаждения в период цветения. И вот сейчас окончательный вердикт — на первом этапе подлежат вырубке порядка 60 деревьев. Это деревья аварийные, сухостой и очень больные, которые уже практически на 90% усыхающие. Значит, эти деревья подлежат вырубке. Почему? Потому что даже вот эти усыхающие деревья, они являются источником заражения других деревьев. Очень много древоточится. А если древоточится появляется, особенно на хвойных деревьях, он быстро распространяется по всей территории. Мы ещё обследуем детально, к каждому дереву подойдём. И после этого уже в соответствии с нашим положением пройдём все процедуры. И по итогам выпустим постановление на вырубку деревьев. Того количества, которое действительно находится в аварийном состоянии или сухостой. В числе подлежащих вырубке есть и нормальные с виду деревья. Но при детальном осмотре выясняется, что у одних подточен корень, у других имеются расщелины. Делающий ствол хрупким. При сильном ветре они могут упасть. Тоже относятся и к зелёным насаждениям, имеющим наклон 45 и более градусов в сторону построек. Представители общественности города, с которыми бок о бок работает компания «Даверна», следят за тем, чтобы под вырубку попало как можно меньше деревьев. Предусматривалось изначально восстановление всей этой усадьбы в виде перехода 19 века на 20 века. То есть тогда, когда вот этот участок, это здание и все его постройки приняли вот этот вид. Соответственно, территория парковой зоны тоже должна быть восстановлена и, главное, сохранена в том виде, в каком она до нас дошла. Разумеется, с определенными моментами, то есть ударение тех больных деревьев, которые долго уже существовать не могут. Те деревья, которые частично повреждены, но могут еще 20-30 лет служить и радовать, как говорится, жителей, они должны быть сохранены. У нас нет задачи вырубить что-либо, что является ценностью какой-то, потому что чем больше здесь будет зелени, тем для людей здесь будет более приятно находиться в последующем. Поэтому у нас задача сравнить как можно больше деревьев и убрать, соответственно, больные и сухие деревья. Окончательно сказать, сколько деревьев будет вырублено, можно только после утверждения готового проекта реконструкции усадьбы, который учитывает все исторические постройки. И в том случае, если какое-то дерево выросло за последние 30 лет, прямо перед тем выходом, который должен быть открыт для посетителей, который является логичным продолжением внутренней экспозиции, ну, может быть, одно-два дерева уберем. Но это мы еще не запроектировали, это уже тесно связано с восстановлением самих домов. На приусадебной территории с течением времени будут высаживаться и молодые саженцы, которые заменят старые больные деревья. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.